Эта толпа жаждет крови, точнее сдать ее во Всемирный день донора. Делали это в специальном передвижном пункте на площади Сахарова. Собрались как волонтеры, для которых это первый раз, так и своего рода ветераны. Первый раз пошли сдавать в 1997 году, как после армии пришли, не знаю, как от работы. Поехали первый раз сдавать, сдали, ну не знаю, потом как-то вот потихоньку, потом позвали, потом позвали, потом, ну вот потихоньку, потихоньку начал сдавать. Я и на плазму сдавал, и как, и платный донор сдавал на это, иммуноглобулин-то вот это, все это дело. И вот, а в 2005 году получил почернуть донора. В Алтайском крае 30 тысяч доноров. Популяризировать это направление стараются всеми силами. Например, недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому человек, безвозмездно сдающий кровь, будет приравниваться к волонтеру и получать те же льготы. А студенты-доноры и вовсе смогут рассчитывать на двухдневный отдых. Нуждает сообщество сейчас и в костном мозге. То есть человек может сдать кровь на первичное типирование и войти в федеральный регистр костного мозга. Например, сегодня в городе Яровой, в связи с данной акцией, будет впервые проведена такая процедура. То есть люди смогут войти в этот регистр и, возможно, когда-то они смогут помочь человеку стать донором или на костного мозга. Другой законопроект, который вскоре рассмотрят в Госдуме, касается уже почетных доноров. Согласно документу, люди с этим званием смогут рассчитывать на 5-процентную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатную парковку и проезд в общественном транспорте. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.